Итак, у нас есть 8 выступающих по тому, как это все будет взаимодействовать. Итак, регламент выступления 3 минуты. Я прошу вас также очень внимательно слушать тех, кто выступает перед вами. И если они произносят то, что вы хотели сказать, уступите свое слово, позвольте им выразить это и, возможно, дополните их кратким комментарием. Но не надо выходить и 3 минуты повторять уже то, что было сказано. Спасибо. Первым выступает стример Ассамблеи Реги Морти. Спасибо. Так, Реги Морти с Кириллом Михайловым, гражданский активист, можно не глупать? Слышно. Реги Морти с Кириллом Михайловым, гражданский журналист. Да, в принципе, я где-то с октября месяца не чувствую, что достаточно плотно уследил за развитием американского окупая. И хочу заметить, что изначально вообще Ассамблеи, я так понимаю, они зарождались как формы организации в лагере. Таким образом, какая-либо оторванность Ассамблеи от лагеря непрерывного протеста, это удар по позиционированию очень сильный. Если мы начинаем говорить, что мы окупай, то существует тотально необходимо, так сказать, объединение вот этого всего в некую единую функционирующую систему. Смотри, кто-нибудь помнит, чтобы нас было столько, сколько сейчас? Когда последний раз? Ну, когда последний раз? На Абая, на Чистых прудах. У Нольцов когда был? Ну, вот когда он Нольцов был, да. Так много нас не было уже очень давно. Но, собственно, это, возможно, эффект того, что мы действительно собрались. Я, что я считаю, во-первых, что, в принципе, таким образом можно привлекать людей в рабочие группы. Итак, формулировка. Собственно, перенос, все-таки Ассамблеи. Прямой ответ там, модераторы. Прямой вопрос, у Георгий. У меня прямой ответ. Подождите, извините, Георгий, дайте высказать. Прямой ответ. Прямой ответ, я молжу, пока он мне не ответит. Ровно неделю назад на школу 64 человека. Я считаю, что это не принципиально, меньше, чем последний. Окей, согласен. Да, 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 все, этот момент снимает. Но, во-первых, собственно, какая-либо легитимность того, что мы называем себя окупай, может быть только, если люди находятся в одном месте с теми, кто ведет непрерывный протест. Вот. Поэтому предложение таково. Собирать ассамблей, неважно в каком количестве, на здесь. Привлекать людей в рабочие группы здесь же. Возможно, просто привлекать людей в движение, кто еще относительно трезвый тут сидит. Вот. Вспоминаем выступление того синяка, который говорил, что мы за вас. Вот. Ну и, собственно, и все это называется очень просто. Окупай Москва. Окупай Москва. Потому что, видно, есть Окупай Питер, есть и так далее. Как говорится, традиция мирового окупая, как бы говорит, что они всегда называют окупай и по своему городу. Вот, что это? Вот про этот вопрос. Быстрый, короткий. То есть мы вписываемся в мировую традицию и их цели. Мы вписываемся в мировую традицию, но не в их цели. Это важно. Если формулировать цель максимально общим, я могу сказать, что наша цель, которая нас, и все, я думаю, разделяем, это как минимум сломание, уничтожение, реформирование. Чтобы этой воровской системы больше не было. Российской или международной? Российской. Российская воровская система. В принципе, если говорить о антикапитализме, она действительно основана на господстве монополитического капитала. Что и либералам тоже не особо нравится. Вот, поэтому в связи с этим, да, естественно, наши цели не будут настолько ярко антикапиталистическими. Наши идеологически мы будем шире, но мы можем объединиться на одной цели, исходя из этого, планировать наши рабочие группы и наши акции. Я, 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 я прошу прощения, у меня маленький технический комментарий. Поскольку Максим Сальников теперь занят чем-то немного другим, то в его отсутствие... Я ухожу сейчас. Да, он хочет две минуты, поэтому в его отсутствие в функции модератора вынужден взять на себя я. В общем, в комментариях вопрос. Если никто больше не хочет. Да, тут. Я вопрос. А чем это отличается от распила Навального? Если мы боремся с жуликами и ворами, он уже делает это достаточно успех. Он делает это своим путем. Как сказал Навальный, придя на Окупай Арбат. Ребята, вы боретесь вот здесь. Он, правда, не знал, что такое Окупай Арбат на тот момент был. А я буду бороться в Роспиле. Соответственно, у нас есть свой способ. У нас есть способ преобразования пространства. У нас есть способ создания рабочих групп. У нас есть способ каких-то акций, солидаризации, способ защиты политзаключенных. Вот. У нас есть свои методы борьбы с жуликами и ворами. И мы будем этим заниматься. Несмотря на то, что мы идеологические споры не устроим. Ты сказал про либералов и что их цели тоже борьба с капитализмом. Их цели слом этой системы. Но их слово Окупай, в принципе, отталкивает. Потому что у них ассоциация Окупай с левым проектом. Я отвечу все-таки. Печалька, во-первых. Во-вторых, все-таки. Это уже настолько мощный бренд уже в России, что отказываться от него только на основе, что на западе это левый проект. Извините. А изначально Окупай это занимает. Что мы и делаем. Все. А уже левый он или не левый, это уже не наша проблема. Все, давайте пойду. Еще кто-то расскажет. Я не так хорошо владею информацией, как Григо Морг. Алексей Михеев, гражданский активист Окупай Цветной. Я не так хорошо владею информацией по движению Окупай в Америке, в Западной Европе. Я скажу просто, что естественно, что в России вот этот бренд востребован Окупай, но какие-то организационные формы у нас могут быть принципиально иными, либо они чем-то могут различаться. Но то и культурная специфика, собственно, места и региона. И даже в городе Санкт-Петербурге там совершенно другое Окупай, чем здесь. Вот, это первое. Второе. У нас, как показывает практика, Окупай растут, как грибы после дождя. И так же быстро сворачиваются, то в одном месте, то в другом. Вот этот вот, уже который день-то идет Окупай СК. Значит, кроме Окупай Светнова, давно функционирует Окупай Суд, на Мосгорсуде. Нет никакой гарантии, что еще новая Окупай где-то не появится. Но есть главная жирная проблема, которую нам ни в коем случае обойти нельзя. Координация общих усилий. Через что она может происходить? Знание, расписание культурной программы, там, центрового Окупая, которого нет, координация общих действий, программы, требований, многих вещей. Единственное, как я вижу, кто-то может меня предложить дополнить. Знание единого печатного органа, который мы не имеем со времен Окупай Абай. Пока все упирается, вот, лично в мою инициативу, и нескольких, значит, ребят, сочувствующих этому, которые помогают подпольным способом печатать газеты. Давайте объединяться. Как будет называться эта газета? Не знаю, у меня газета называется «Московская передовница». Кто предложит, я вольюсь. Спасибо. Очень ментально. Еще замечание по этому поводу есть в рамках рабочих групп проекта «Окупай медиа», который ставит перед собой ровно те же задачи. Окупай смея, окупай медиа. Ты можешь рассказать разницу между ними? Ну, что не бери диалогом, а поискому. Ну, что мне, давайте поговорим об этом, да. Давайте потом в лоте поговорим. Кстати... Да, ну, значит, не плохо... Лучше, чтобы на... Да, 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 да... Николай Крылов. Николай Крылов? Да, Крылов Николай, гражданский активист. Значит, я, в принципе, в этом движении участвую практически с самого начала. И вот несколько таких вот замечаний-наблюдений. Всех нас, по большому счету, объединило одно – это нелюбовь к текущей системе. Соответственно, из этого нужно исходить. При этом важно учитывать, что у всех, опять же, есть разные идеологии. Возможно, именно левая идеология объединяет большинство, учитывая российский опыт, уникальный российский опыт. Но не нужно делать в эту сторону отдельный какой-то крен. Также хочется обратить внимание, что формат ассамблеи – это, пожалуй, единственный формат в рамках протестного движения, где люди попытались друг с другом найти взаимный диалог. Здесь не было какого-то узурпаторского оргкомитета, либо еще какой-то отдельной структуры. Это была возможность для каждого выразить свою точку зрения, услышать точку зрения другого человека и найти консенсус. Исходя из этого, нужно, опять же, это нужно учитывать. И теперь мое видение. Чтобы тот позитив, который мы здесь, условно говоря, начали конструировать в части такой именно демократии и самоорганизации, это должно быть основой в рамках нашего движения по изменению текущей политической системы, которая, по большому счету, это наша общая самая глобальная цель. И, в частности, у нас были дебаты в 7 часов. Мы там обсуждали про построение иной политической системы. Мне кажется, это основная наша объединяющая цель. Мы должны путем самоорганизации снизу строить иную политическую систему. Ну вот, собственно, наверное, и все. Прошу прощения, у меня технический комментарий от себя. Я напомню, что первый пункт повестки не минуется как позиционирование особей, рабочей группы и всего прочего. Я на последний случай поясню. Позиционирование – это то, как мы себя представляем, как другие нас представляют, как они воспринимают информацию о нас и все прочее. Поэтому, если можно, сказать пару слов все-таки именно о нашем представлении для других. Да, спасибо, что вы мои мысли как-то смогли немножко направить в нужную сторону, потому что я сам часто не могу сформулировать явно свои мысли. Значит, касательно позиционирования. Я считаю, что нам крайне необходимо закрепить за собой именно позицию единого протестного движения. Не уходить куда-то в нишу левого движения, в нишу окупай там или еще куда-то. То есть мы должны застолбить за собой позицию единого демократического протестного движения. Чтобы никакие узурпаторы не повторили махинацию 90-х, когда снова другие лица оказались во власти, а люди послужили тараном для смены элит. Мы не должны повторить этой ошибки. Соответственно, наше позиционирование – это попытка построения, вернее, не попытка, а реальные дела по построению иной политической системы. Ассамблея – это просто один из форматов по тому, как мы будем взаимодействовать и договариваться. Притом я не считаю, что он самый эффективный. Нам нужно переходить в онлайн и создавать платформу для электронных голосований, верифицированных. Вопрос на уточнение. Закрепление единого протестного движения. Собственно, примерно, грубо говоря, это мы сейчас обсуждаем. Конкретные предложения? Есть или нет? Есть или нет? Да, соответственно, нам в рамках закрепления единого протестного движения нам нужно создать открытый идеологический манифест, раз, и открытую стратегию развития протестного движения. То есть два пункта, которые будут совместно дорабатываться всеми людьми. То есть первое – это стратегия развития протестного движения, и второе – наша идеологическая основа. Вот. Я думаю, что в части идеологии, опять же, учитывая исторический опыт России, 90% людей эту идеологию поддержат. У меня вопрос. Напомню еще про позиционирование рабочих групп. Вопрос состоит в том, как позиционировать деятельность наших рабочих групп, как их называть, к чему они имеют отношение из обозначенных, как отличать их от профсоюзов, организаций, бакаритных фондов и так далее, и от других протестных инициатив. Именно наши, именно наши рабочие группы. Да, у меня время не закончилось. У меня технический комментарий, точнее, техническая просьба. Я повторю, точнее, я говорю на брюсс в ассамблеях. Ребят, если, увы, выражаете свое одобрение, потом видишь, я направлю на вас камеру, снова выражаете свое одобрение, иногда я не успеваю это зафиксировать. Или просто делаете это дольше. Большое спасибо. Я говорю тебе прямой ответ. Да. Курим мы вон там вот. Ладно, так, так, так. Пода, это сяк. Ну, опять же, это мое мнение, рабочие группы. То есть, это просто активные люди, которые понимают вот эту вот общую стратегию развития протестного движения, делают конкретные реальные дела по мере возможностей. Вот, собственно, и все позиционирование этих рабочих групп, как его вижу я. А, ну, все, наверное. Еще? Редактор субтитров. Корректор субтитров.